добрый день дорогие мои друзья по многочисленным просьбам сегодня покажу вам как я делаю свои отбивные которые буквально недавно открыла для себя под иллюстрации вы видите что я взяла эта вырезка свиная я нарезаю ее достаточно тонко примерно где-то 5 миллиметров каждый кусочек ну все зависит насколько острый ваш нож и подточите ножи перед тем как приступите к этому блюду вот я вам показываю какие тоненькие кусочки сейчас конечно же я буду отбивать вот ну каждый отбивает по-своему у меня своя система сейчас сверху я их покрою просто пакетиком чтобы там не хляпало никуда а потом сначала все вместе отобью а потом с другой стороны буду отбивать поочередно в принципе в сегодняшнем видео вы увидите приготовление одно одного из ужинов которые обычно я готовлю когда я прихожу с салона или из учебы или когда у меня какой-то день вне дома и не было времени приготовить или нет в доме готовой еды вот то примерно вот у меня за час появляется такой ужин который я сегодня вам продемонстрирую в своем видео забегу немножечко наперед и скажу что мы еще будем готовить браун райс коричневый рис басмати и стручковую фасоль зеленую позже мы увидим как я буду это делать вот как вы видите я их отбила всех вместе а сейчас поочередно отбиваю с другой стороны каждую отбивную я не отбивну конечно отбивать их можно еще намного дольше чем отбиваю их я я просто стараюсь сделать ну не такими тонкими как бумажечка да ну вот вы видите они достаточно тонкие для того чтобы они могли прожариться сами по себе плюс на них еще будет небольшая панировочка для панировки я использую вот такие вот панировочные сухари в которых уже есть роману чиз травы специи покупаю я эту присыпочку в костка там три такие банки по моему в районе 7 долларов вот там уже есть и соль и перец и все специи поэтому я дополнительно не солю и не добавляю ничего от себя ну и естественно использую яйца для того чтобы в общем то это было клеем который приклеит на себя к мясу наши панировочные сухари в принципе в среднем где-то на 10 на 10 отбивных мне нужно 2 яйца молока кто как кто-то добавляет молоко кто-то нет кто-то добавляет немножко воды я добавляю немножечко молока все это взбиваю до однородной массы я знаю что есть еще на пиве делают как-то взбивают с пивом чтобы было более воздушная вот такой вот кляр и вот у нас уже готовы всем макалочки для наших отбивных тем временем естественно накаляем раскаляем сковороду вот и начинаем обжарочку нужно заметить что с каждой стороны я жарю примерно по три минуты каждую отбивную три минуты с каждой стороны вот пока у меня уже жарятся отбивные я начну перебирать свою стручковую фасоль которую я покупаю на развес но фриле значит я ее не мою предварительно потому что я буду ее приваривать во время варки уйдет вся кака я срезаю только лишь попки иногда я разрезаю еще напополам но сегодня я решила оставить просто длинные стручки я их очищаю откладываю на друшлаг на сито тем временем пришло время риса вначале мне нужно его прокалить хорошенечко на сковородочке на небольшом количестве масла и уже после того как он прокален и он немножечко меняет свой цвет он становится белым немножечко как бы раскрывается я заливаю его ну присаливаю естественно и заливаю водой это если я делаю пустой рис без каких-нибудь там морковок и всего остального пропорции которые обычно я использую для риса один к двум вот посмотрите какие уже подошла первая партия отбивных значит стручковую фасоль я немножечко ну вот я ее почистила просто вот так вот ополосну водичкой и поставлю ее уже на плиту варить варить мы будем до закипания буквально как только она закипит она значит уже готова следим все время за рисом я добавляю обязательно свой луковый приправу сухого лука которую тоже беру вновь реле я без нее никуда вот он у меня просто пустой рис закрываю крышкой и слежу в течение 20 минут будет готовым тем временем уже у нас подошло время фасоли пассеровать я буду ее на небольшом количестве масла с при пассерованным заранее чесночком вот немножечко буквально чеснока откинув на дуршлаг слив лишнюю воду с фасоли мы ее перебрасываем сковороду добавляем немножечко соевого соуса который кстати здесь на видео у меня закончился я пытаюсь так сказать выжать последние капли из бутылки вот буквально это все происходит в течение пяти минут потому что стручковая фасоль уже готова она при закипании сразу готова и мы просто перемешиваем ее с вот этим вкусом чеснока и соевого соуса тем временем рис уже разбух практически уже ушла вся вода на этом моменте я уже выключу комфорку просто закрою его крышкой и там ему дойти до кондиции просто уже от своего пара и в общем там потомиться потомиться оставлю ну вот и все практически даже меньше чем час в районе 50 минут взяла мне это все приготовить комплектуем нашу тарелочку красивыми цветами вкусностями и полезностями вот я вам и показал в общем-то один из примеров своего ужина на скорую руку ну и в общем-то основная цель этого видео было показать как я делаю свои отбивные делитесь своими рецептами какие ужины на быструю на скорую руку делаете вы в своей семье что вы любите есть в такой весенне-летний практически период делитесь в комментариях к этому видео подписывайтесь на канал а также на группу в фейсбуке с одноименным названием по будням с инной пока пока приятного аппетита а ну а а Субтитры сделал DimaTorzok